всем привет мы находимся в южной корее и у меня родилась прекрасная мысль на мой взгляд прогуляться по улицам города инчона это старый район ему уже лет наверно 40 если ошибиться но примерно вот так вот можно судить по некоторым домам вот этот район скорее всего скоро снесут по что корей ежедневно обновляется ежедневно это не оговорка прямо и вот ежедневно что тут новое строится вот и я подумал почему бы не запомнить вот этот райончик такой какой он есть со всем его колоритом и так погнали формат прогулки предлагаю самое обычное мы просто идем я где-то вам буду спиной где-то лицо где-то условно лицом ну то есть как получится погуляем расскажу что знаю чего не знаю тоже расскажу ну вот давайте вот посмотрим вот казалось бы мусор когда и в этом ничего плохого нету главное условие что она не купится ежедневно здесь кто-то что-то убирает желтые пакетики это и для еды их специально покупают и стоимость пакета включена утилизация этого мусора также еще из белые пакетики которые здесь не вижу но они тоже существуют скорее всего уже убрали пушка пакетики с едой забирают где-то глубокой ночью а другие пакетики другие фирмы в другое время главное что это убирается то есть всячески как-то это прибирается даже сами местные жители они в любом случае иногда выходят и что-то подметают что-то убирают что-то метут скребут всячески вот как-то проявляют заботу к своему райончику большая часть корейцев вообще в целом живет по по такому принципу что вот твой дом это вот не просто квартира это вот как бы пространство вот у тебя и только от тебя зависит как ты его облагораживаешь и вот они вот высаживают деревья не потому что их заставляют а вот потому что не хотят это сделать посадить вот эти деревца не прям покупают эти деревья чтобы вы понимали прям покупают не только деревянные там цветочки высаживают клумбочки сейчас у нас зима на минуточку февраль где-то сейчас метель а у нас где-то ноль в корее имеется примерно ноль вот и и достаточно комфортно для денек для съемки так учитывая что этот район скоро снесут и уже оповестили власти и мы видим вот такие вот предупреждающие ленты и наклейки местами наклейки есть которые предупреждают что эти дом уже как бы выкуплен и является есть новый владелец хотя он по сути были брошены вот это ящик это тоже сбор мусора только он нацелен на сбор мусора типа тряпичного чего-то одежда подушки какие-то как эта часть одежды или что-то тряпичное постельное белье например ну вот в таком в принципе описано что сюда можно закидывать принципе можно перевести и будет понятно что сюда можно кидать пойдемте дальше эти вот кирпичные домишки построены где-то в 80-х когда они строились это был прорыв вот прям прорыв и я так понимаю ну потому что это видно кто увидит эти дома и их какой-то не не единость не однообразность то понимаешь что принципе какого-то четкого правила для строительства тогда не было это где-то были конец 80-х предположительно так вот большая часть кореи в те времена 80-х годах жила вообще в глиняных домах вот прямо откровенно в глиняных больше половины и пошли вот эти первый прорыв это вот тогда был конечно я не такой прям историк историк да ну вот как бы насколько знаю рассказывал и вот начали строить вот эти вот кирпичные дома и они пропустим вот эти дома были построены с грубейшими нарушениями по строительству и большинство из них жить практически невозможно ну например вот это вот подъезд вот в эту и как назвать многоэтажку да сюда тупо даже вот как-то вот не занесешь какую-то мебель мебель заносят через окно но это с этим справились было еще много разных нарушений например связаны с вытяжкой с вентиляцией дома просто огромное количество плесени в домах и вот в старых подобных домах вот этих кирпичных но не во всех но большинстве жить практически невозможно особенно в чья чья это первые подвальные этажи они все в плесени и более менее хорошо находится где-то в средних 2 3 этаж более-менее можно жить тут вообще как бы такая вот лотерея вот этими домами в некоторых очень комфортно в некоторых не очень особенно вот эта проблема с плесенью и когда ты снимаешь такую квартиру и и помоют вычистят и ни у кого не возникнет вопроса что с ней что-то не так это вот все вылезает позже через месяц когда уже поздно у тебя договор подписан а у тебя угол цветет прямо черный становится и ничего ты не можешь делать съехать быстро не получится как выглядит подвальный дом вот он вот эта квартира который находится в подвале дальше я не то что обсираю вот вы должны понять меня вот что я читал в прошлом к вам и русским лишь бы все обосрать причем есть обосрать просто нужно к этому готовится это нормально то есть я тоже не такое зажравшийся человек который там жил только вы какого-то в лучших жилье тоже встречалась с этим с пониманием к этому отношусь есть вопросы которые можно решать какие-то вопросы нельзя с какими-то вопросами с жильем нельзя мириться вот о чем речь по сути дальше ну вот сама комнаты размер комнаты это очевидно вы заходите в жилье они вот некоторые прям вот очень маленький вот например у вас может быть три комнаты и они малюсенькие вот прям малюсенькие как вот два на два вот комната допустим спальня ну ладно спальня может быть два на два кухне ту коридора тоже нету заходишь обычно одна комната большая и у тебя еще может быть две комнаты два на два к это кладовочка и все балкончик или что-то подобие балкончик чаще всего это просто одна комната еще один туалет и все чаще всего ну то что сейчас мусор вот так вот лежит это тут оправдание потому что район давно уже под снос и как бы мусор уже как бы тут вообще все мусор если уж так называть вещи своими именами еще важно отметить вот если вот сюда вы посмотрите это парапет это то место где должны быть ездить инвалиды и вот здесь тоже и как бы у нас не рассказывали что корея такая прекрасная страна и все для инвалидов что несомненно так но именно такие места у них тоже были только в какой-то момент корейцы подумали и решили вот это все исправить именно по этой причине этот район сносится потому что нужно исправить вот эти вот косяки прошлого когда в лихие 80-е ну если так можно сказать у них в истории был такой похожий период на наши 90-е вот в корее были лихие 80-е когда вот все кто попала что-то там себе строил и вот тоже как бы по нормативам должны быть спуске а вот по факту они вот не рабочие у нас такое тоже встречается так вот корейцы собрались и решили все это переделать вот этот райончик приспособлен для инвалидов ну наверное нет то есть и отсюда никак не заехать и тут никак не проехать и вот тут вот это шо такое вот это вообще нереально заехать не зайти не заехать на минуточку эта квартира это съемная квартира то есть хозяин живет там а это вот сдается дальше вот это вот это чё у нас это тоже квартира тут живет только хозяин не знаю сдается или нету тоже инвалид не проедет то есть к чему я говорю к тому что нужно уметь исправлять ошибки и вот корейцы принципе это доказывать все новые районы они строятся по новому по новым нормативам и где инвалидам уделяется максимальное внимание исправили все те ошибки которые были наделаны в подобных старых районах сейчас же инвалид способен выехать самостоятельно из своей квартиры добраться добраться до нужной точки там может быть очень далеко он может спуститься в метро проехать на метро до сеула там выехать из метро добраться до какой-то там церкви или магазин или куда он там собрался и вернуться обратно вот так вот также существует еще такси которые могут его доставить такси огромное количество если получится я прям сниму как это выглядит инва такси в двух словах опишу это специально сделанные минивены у которых задней части максимально низко открывается пол задняя дверь традиционно вверх открывается минивенчик да а сзади открывается прям пол нижняя часть в пол инвалид практически сам заезжает вовнутрь и прям едет там ну это как бы комфортно вот о чем идем дальше в старых райончиках еще один есть большой недостаток это отсутствие парковки например вот в этих домах тут одна семья вторая семья третья семья четвертая семья и четыре машины здесь уже никак не поместится то есть и где-то нужно оставлять буквально может быть лет десять назад начали строить вот эти вертикальные парковки да то есть они территорию территориально где-то 10 на 10 метров а внутри помещается до 12 этажей по обе стороны но это считает 24 машины не да вот такое появился решение но по факту их тоже вот в этих райончиках их нигде ставить и это собственно проблема куда поставить машину но когда строились эти райончики была та же самое такое же предвидение или такое же решение или как-то сказать то есть не предполагалось что когда-то в корее будет большое количество машин советском союзе была такая же беда то есть вот эти вот пятиэтажки к райончики до наши когда их строились то есть не предполагалось что когда-то у каждой семьи появится не просто по одной машине у некоторых семей по две машины и строили эти райончики с расчетом что у машин ни у кого нету и такое количество парковок не нужно но через короткое время мы узнали что парковки нужны их тупо не хватает именно по этой причине у нас благо есть территория детской площадке хоть куда-то можно поставить машины а в корее такой вариант никак не пройдет вот кто его действует должен ездить по этим улицам вот посмотрите то есть сюда заехать теоретически можно явно как видите здесь машин нету по понятным причинам потому что ну невозможно здесь ездить здесь просто невозможно ездить а если ты заедешь то скорее всего поцарапаешь машину ну как то вот так вот кстати эта квартира то есть тут наверное 1 2 2 вот дверь и вот сразу квартира если честно не знаю как ты там внутри не был кстати не исключено что это квартира и сразу это все три этажа не исключено я сейчас посмотрю подождите так если эта дверь это сюда вот так вот а где вход еще один а вот там еще вход и там наверх это это вход на первый этаж да это вход на первый этаж и там вход на второй этаж возможно и на треть вот и вот ну это нельзя назвать балконом это что-то вроде как бы для цветочков и наверно что-то в таком духе вот но нужно отметить один момент все многоэтажки да да неважно многоэтажки вообще все квартиры в корее 1 2 3 по 5 этаж в среднем страдают отсутствие солнца то есть вот это утрешнее солнце которое попадает в окно вот эти люди не видят этого они даже они как бы знаешь что такое есть но этого нету а вот вон тем вот а вот тем товарищем считай повезло потому что у них есть солнце в окно и это очень дорого по сути они вот так вот ну я не знаю это замерено было сделано или нет ну вот им считай повезло что никто перед ними не построил высокое здание еще что-то никак не загородил это солнце кто бы что не говорил но солнце нужно не потому что она как бы вот дарит радость детскую какую-то да а потому что это экономия энергии когда у тебя солнце в окно зимой то это прям обогревает твой дом вот реально и здесь скорее это остро чувствуется это прям экономия энергии когда у тебя солнце светит в окно и вот лайфхак один из признаков хорошего жилья это вы приходите в квартиру и сразу смотрите потенциал попадания каких-то лучей вашу квартиру вот сейчас я живу в ванруме у меня никакие лучи не попадают в квартиру вообще никакие и только в туалете вечером какой-то маленький лучонок вот так вот тихонечко попадает на одну минуту потом хоп заходит за здание все если вы зашли в квартиру вот как он в ту и у вас солнце в квартире значит за отопление тут дом платит меньше по крайней мере с после шестого этажа вверх они платят за отопление меньше а вот возьмем вот этот вот дом который сейчас здесь стоит особенно вот с этой дверью кто отжил а это вход в дверь это кто-то есть живота комната он он платит раза в два дороже чем тот человек который живет в том доме вот такая вот арифметика которая на первый взгляд невозможно предсказать или как-то объяснить только с годами начинаешь понимать как здесь все устроено а что это у нас у нас тут тупик вот кстати туалет на улице чтобы было понятно это туалет на улице уличный туалет традиционный уличный туалет и такие уличные туалеты так или иначе встречаются во всем этом районе причем это город это центр города ну так все прекрасно как знаем мы сейчас было не всегда буквально еще до чё там говорит до сих пор уличные туалеты до сих пор существует это нормально эта часть жизни корея напоминаю за очень короткий период из нищеты выполнила в благополучие и перестроиться это невозможно то есть на этом уйдут какие-то десятилетия чтобы все это переделать все это убрать например вот эти заборы сейчас по законодательству нельзя строить вот такие заборы это опять же наследие 90-х оговорка по фрейду у нас 90-е а у них 80-е вот эти заборы запрещены сейчас а в 80-х такие заборы строили мало того что были еще с колючей проволоки сейчас чуть дальше мы пойдем там будут с колючей проволокой вот с такими вот там кольями потому что было повальное воровство вот вот такие вот места тоже непонятного назначения их очень много и я даже никак не могу не объяснить не комментировать зачем ставили вот этот забор когда вот тут как бы непонятно как вообще можно использовать ну я оставлю без комментария товарищи пойдемте дальше еще один уличный туалет если думаете что я тут сочиняю уличный туалет так а пойдемте дальше так я уже по ходу заблудился ну во первых беда почтальонов именно еще одна причина снести эти все районы к чертовой матери потому что ну блин заблудиться легко вот я сейчас стоим и тут со съемочной группой и не знаем куда идти дальше во вторых как по этим улицам ездить на машинах и как только на великах или на мопедах третье ну негде их просто ставить эти машины все дороги ведут какие-то тупики кстати мы стоим около гаража это предполагался гараж то есть какую машину сюда загоняют ну наверное седан то есть человек не отсюда не отсюда вот отсюда откуда заезжать предполагается и он вот сюда должен загонять свою машину ставил ли он сюда машину хоть раз ни разу я вас уверяю он сюда даже не заезжал он и один раз попытался заехать потом понял что отсюда задом выезжать или как-то это невозможно их ставил в машину где-то там далеко такая вот реальность ах райончики на самом деле в этих райончиков есть какая-то какая-то вот я не знаю какая-то вот часть жизни причем я жил в этих райончиков я жил в этих давно не вот здесь а в подобных домах я жил у меня самые теплые воспоминания связаны с подобными райончиками я их я их по-своему люблю я вам так скажу они мне очень нравятся о этот жилой дом кстати этот же дом еще жилой тут все люди живут еще вниз не выгнали это сказать или не продали или не договорились о цене как-то так ну пойдемте ну давайте вон туда что это балкон или что я не знаю ну короче на ошибки были у всех это нормально главное что вот некоторые кстати тоже уличный туалет еще это уличный туалет вот он блин не получится или вот смотрите а вот дом построен да вот просто оцените всю трагедию как люди жили то есть вход так как сюда попасть вот отсюда заходишь отсюда папа заходишь у тебя так вот первая квартира вот вторая квартира вот две квартиры расходятся это чья какие-то подвальные подвальные помещения самое дешевое жилье со всеми выходящими последствиями чтобы попасть на первый этаж первое надо зайти откуда оттуда пойдемте посмотрим на первый этаж а вот она дверь вот она дверь на первый этаж вот первая дверь вторая дверь подождите открыть кладовка а вот этот первый этаж и второй этаж там уже лестница да это кладовка а на второй этаж попасть вот по этой лестнице вот такое вот здание хозяин скорее жил на третьем этаже и на на первом ой на втором или на первом этаже а 2 вот и два этих этажа сдавал в аренду это чисто нормальная корейская практика вот кстати чтоб не быть голословным наследие 80-х во всей красе что это а это колья от воров здесь были дикие грабежи до до середины могу соврать могу соврать википедия как говорится вам в помощь кто-то может быть меня раз дополнит и поправят как это было но здесь было и взятничество когда-то в корее кстати про начнем с грабежов я быстро в двух словах грабили все что не приколочено был такой период в корее избавились избавились чем благополучие то есть людям дали жить и это само по себе отваливается то есть главный корень зла нужно не полицию развивать конечно полиция тоже нужно а нужно просто людям дать зарабатывать и само по себе вот это вот возня с воровством отваливается но после наследствия наследие мы это вижу второе полиция одно время брала взятки дико брала взятки по непроверенной информации избавились таким образом может мне кто поправит но мне рассказывал сам хангук хангуки рассказывали как это происходило они прямо говорили что то есть вышел указ где нужно было следующее если вы водитель и полицейские у вас требует якобы взятку берете звоните какую там службу приезжать службы говорит вот он у меня выманивал деньги все без суда и следствия выгоняли с работы раз лишали всех пенсий и все что от государства причиталась для работников гаи и по моему я уж не помню но кажется был запрет пожизненный запрет на работу в государственной службе то есть он мог работать только на заводах где угодно но только не в госслужбах это было очень плохо это было чревато и они южнокорейцы избавились от коррупции за очень короткий период прям очень короткий пьют тоже подвальное помещение это вот многоэтажка тоже кирпичные дома которые вообще лучше избегать туда не селиться потому что они ну как бы в них здоровье терять вот прям как здравствуй а вторых в них очень дорого жить и вот этот вход в подвал он такой же вот не знаю унизительный на мой взгляд я так считаю что что но напоминаю в 80-х до годах когда строили этот район и это было круто это прям очень круто было кстати вон опять эти колья как выглядит гараж это лучше посмотреть то есть предполагается что сюда может заехать только седан никто другой сюда может заехать седан носом или зопой то есть вот так вот выглядит гараж вот еще один гараж закрытый и колья опять же коли если не видите вот опять еще колья то есть наследие 80-х они до сих пор прослеживаются то есть дома были как крепость тепля ну еще можно добавить сюда про наркоту в корее когда-то была наркота и здесь было балом а опять колья это не какой-то разовый момент где он показал периодически такой попадается так вот наркоманы была такая в корее проблема наркоманы наркотики и так далее и в корее от нее избавились очень быстро и вот тут ну важно остановиться сейчас будет такая информация которая ну кому-то порвет пукан кому-то это не понравится но я скажу какая это вижу в корее в южнокорее на самом верху решили что им хватит курильщиков и алкоголиков а наркоманы им не нужны решили и убрали за очень короткий период все а теперь делаем выводы то есть в любой стране где если есть наркоманы и наркотики то это как-то сверху определяется что ну ну давайте вот эту часть оставим вот хоть чего вы с этой информации сделайте по факту вот так вот если сейчас наркотики здесь конечно же есть но их очень мало это очень чистый наркотик и находится где-то за пределами реальности то есть найти и как-то его купить невозможно слово совсем то есть нужно каким-то быть очень выдающимся человеком чтобы как-то достать наркотики обычным гражданам не приходит даже в голову купить наркотики и найти их или еще что-то вот такое вот решение от южнокорейцев изящно красиво нечего добавить ну вот опять на колючих на это как будто я специально выбрал такой район нет нет это просто вот наследие 80-х назовем это так наследие 80-х было не все так радужно и красиво когда-то кстати еще в 90-х годах не даже в сеуле круглосуточно не поставлялся свет чтобы вы понимали было много проблем с которыми южнокорейцы справились великолепно за очень короткий период времени что собственно сейчас нужно изучать под микроскопом и всячески преподавать потому что но они молодцы еще какой-то тупик и вот это гараж да и видимо гараж ладно пойдемте в другое место нет вот если честно вот такой я сам первый раз вижу честно говорю как бы я я знал что есть вот такие вот из древности доставшиеся дома которые сейчас абсолютно не нужны никак почему человек не убрал до сих пор ума не предложил это не какое-то административное здание это просто ну вот просто из прошлого она осталась она ржавая это очень старая проволока просто вот когда-то человек это сделал и до сих пор она осталась эта ведерка это ведерко для пищевых отходов то есть вот это вот пакетики с пищей складывают пакетик а потом надо вынести и вот так вот сюда бру бросить давно его не очищали вот и вот гаражик опять машины кстати машина современная здесь еще кто-то живет вот как выглядит гараж и в принципе да он закрывается реально закрывается ну вот прям такой просторненький гараж вверх-вниз вверх-вниз кстати когда-то в корее было такое принято что вот на холмах а мы сейчас путайте по холмам ходим это вот как бы вы видите вверх-вниз вверх-вниз селились только бедные типа богатые селились и в долинах давайте сюда пойдем такая идея что якобы мы сейчас ходим по району для бедных весьма спорная теория но когда-то она была именно такой потому что на холмах сложнее строить дома с двой стороны и люди вынуждены строить на холмах дома чтобы в долине посадить еду рис например или какие другие культуры ну вот такая вот информация была так опять эти кирпичные дома я предполагаю что эти кирпичные дома на видео выглядят круто но у меня такое предположение не такие знаете как старые замки выглядят но они только выглядят так на самом деле это ужас конечно они и выглядят как ужас и внутри жить в них невозможно они холодные очень на подъезды корейские выглядят вот так вот это типичный подъезд сейчас утром его не используются люди уже съехали ну то есть вот заходишь этот подъезд дома да то свой дом ратри в области стоимость раз два три квартиры тут три квартиры на этаже то есть вот так заходишь три квартиры поднимаешься три квартиры поднимаешься вот так подъезд старый выглядел то есть зимой и летом открываешь с улицы из квартиры двери сразу попадаешь не на не на лестничную площадку а как бы на уличную лестничную площадку такая вот тема в 90-х или в начале 2000 начали строить вот такие дома вот эти дома интересны тем что у них попытались первый этаж или чья убрать как явление потому что все понимали что вот эти вот подвальные дома подвальные квартиры они ну как бы унизительны или в них люди как бы то есть в дожди там вода затапливается то есть они не приспособлены для проживания или они как бы не подходят для проживания и было внесено предложение давайте все подвальные первые этажи пустим на парковке и вот был была первая попытка но проблема того чем считаем 1 2 3 4 4 этажа на каждой площадке минимум две квартиры то есть семья то есть получается 48 семей 8 семей сколько прав парковок 1 2 3 ладно 4 5 6 а вон те вон те вон те куда должны ставить то есть вот эта вот проблема вот эта проблема она как бы все но осталось сейчас современных апатах когда мы пойдем снимать вот эти многоэтажки у них целый микрорайон выкапывается 500 метров туда 500 метров туда 500 метров вниз выкопали 3 4 5 этажей вниз закопали все и сверху построили дом красиво изящно машина в тепле у вас подвальное помещение полноценное где машина прям ты заезжаешь под микрорайон я вам покажу все это и там машина ставится и обычно 4 но 3 4 этажа вниз уходит большая парковка на каждую семью расчет две машины все должны поместиться кстати по непроверенной информации точно не знаю но часть есть которые парковочные места продаются а часть уже входят в стоимость то есть ты покупаешь квартиру и за каждой квартиры идёт два парковочных места в подвале в любом месте вот так вот вот эти квартиры которые живут в подвальные вот фильме паразиты рекомендую посмотреть кто не смотрел там как раз таки вот показана семья это реальность кореи это реальность скорее я не знаю когда все не запретили потому что корея всячески борется с подобной подачи материала где фильтруют чтобы кареи выставить только в положительном ключе и вот такой фильм а там вот реальная семья с реальной судьбой с реальными событиями дать чуть приврали чуть как бы приукрасили по художественному фильму но это реальность его там вот как раз таки вот после дождя все затапливают вот это все это вот как есть жизнь ночи а а вот мы находимся такой побогаче дом видите какой вес серьезный прям за отдельный вход это круто это прям в корее непозволительно чаще всего это выглядит вот так вот где как будто бы аля дверь и еще входная дверь все вместе это попроще ну там побогаче домишко такой раз-два в два этажа и в подвале вряд ли кто живет вот и вот это все соответствует прям ряд и коль не колючая прок вот эти колья опять коля обязательно саде тут уже перестраивали что-то было к оконные рамы были такие потом такие потом плюнули оставили короче не получится зайти вот там вот вовнутрь чтобы показать как там люди живут ночью вот кстати еще поновее дом давайте посмотрим дом поновее тут у нас раз два три четыре этажа четыре этажа на каждый плей на каждом этаже две квартиры точно вот в этом доме и как выглядит то есть вот сюда посмотрим то есть 4 опять же восемь семей опять же восемь семей давайте возьмем по одной машине на квартиру получается здесь помещаются все уже и здесь получается раз два три четыре опять же как 4 вот давайте посмотрим вроде как помещаются четыре но если две сюда поставить то те две уже не выйдут косяк то есть уже не 4 то ну любом случае здесь уже побольше месяц же 1 2 поставится точно 3 эту ладно не ставим 3 уже поставим там 3 4 5 вот уже 8 уже можно поставить и давайте посмотрим как подъезд так вот тут уже два парковочных места и вот это место как бы предполагается что не будут ставить машины потом вот сюда одно где-то одно или два наверно парковочных а здесь два парку на тоже соседний дом территории как вы велит вот эти дома построен начали строиться после двухтысячных после 2000 начали строиться такие дома давайте зайдем что ли в двухтысячных до начала 2000 начали строить такие дома ну давайте посмотрим как выглядит такой дом подъезд тут предполагается что ставят какие-то коляски что-то еще кстати это вот хорошая машина на в целое тут вообще с коляски оставлять еще здорово и поднимаемся поднимаемся а вот свет горит знаете еще кто-то живет в общем вот так вот выглядит подъезд она подниматься дальше не будь ну и поняли так в этих домах еще живут люди не то что я прям ищу чтоб у них никто не жил ну просто кататься а здесь еще живут люди машины стоят но больше половины отсюда уже съехали мы поедем другой район где люди живут и вы офигеете вот тут как бы ходим и машин нету машин нету потому что люди отсюда съехали с этого района ну и остались только те кому то ли некуда ехать то ли как-то борется за свое же я не знаю причина кстати здесь огромное количество малоимущих прям огромное количество я вообще был удивлен ну казалось бы корея день аквала и к правительство всячески делает и решает вопросы чужие то есть как-то способствует к тому чтобы решить вопросы малоимущих и вообще всячески основательно решает вопрос обеспечить их работой там всем чем нужно но тем не менее в любом случае на данный момент сейчас 2023 год в 24 год февраль февраль 12 13 февраля 24 года 50 процентов не 50 процентов населения без собственно жилья 50 процентов процентов процент не имущих я не знаю но я как-то наткнулся на это раздачу еды горячей еды просто охренел какое количество людей там человек 200 было я торис выкладывал что люди прям человек 200 откуда вот это вот понимаете а вот проблема что якобы вот тут все богаты это не так просто мы их не видим или мы зациклены на своей собственной жизни поэтому мы их не видим и в телевизоре не показывают но они есть такая проблема соотношение богатых и бедных она точно такой же как и в любой другой стране неважно это будет африка россия сша вот вам факт то есть богатых это всегда будет меньшинство это процента 3 может 8 процентов а вся южная корея делится держится на среднем классе до их много стать средним классом легко в корее просто бери работой уже сломали сломали с пианинами такая же беда как и у нас девать их некуда они обесценились их очень много одно время тоже как бы каждая семья стремилась себе затащить в дом настоящий рояль есть не рояль то хотя бы пианино и это такое вот а-ля знаете эстеты а-ля образованное население мы тут все такие музыканты так далее а теперь вот пришло время их куда продать невозможно вот так вот вытаскивают с надеждой что может быть кто-то его утащит на металлолом или еще на что-то вот уже месяц стоит вот это садик ну давайте оценим это старый образец садика наговорка то есть сейчас современные скорее всего другие хотя если разобраться особо они не изменились садик как был садик так и до сих пор они вот тоже вот такие всегда скукожены ограниченных пространствах такие садики как на постсоветском пространстве старого образца советского то есть в мире их нету аналогов чтобы вы понимали нигде таких садиков нету во всем камер капиталистическом мире это всегда как бы некий компромисс между быть то есть сбагрить свое ребенка куда-то какие-то там более-менее места и вот ценность которую ты готов заплатить чтобы ты мог куда-то пойти поработать надеюсь правильно выразился понятно садик вот вся территория где дети здесь гуляют тусуются тут три этажа таких садиков правда здесь много хотя я увидел только один наверное еще есть но проблема куда деть своих детей сейчас конечно стоит не так остро как раньше раньше была беда вот это очень дорого и даже твои дети они больше находятся в неком помещении и всех прогулка ограничивается вот в рамках вот этого вот пространство правда нужно сделать опять же оговорочку нельзя судить вот поэтому садику и стран вот вот у нас садики так садики а тут ой господи как в этих садиках можно жить нет сам являюсь свидетелем и любой кто жил в южной корее подтвердить что в детям да нет здесь прогулки зато этих детей чуть ли не каждую неделю водят по каким-то экскурсиям ну их не всегда водят они маленькие их наверно возят на автобусах то есть это куда-то там вот ботанический сад и чтобы они там пощупали потрогали поломали что-то куда-то на лепку глины куда-то на какую-то профессию еще куда-то то есть их постоянно куда-то вводят что-то показывают вот этих вот маленьких этот маленьких детей чтобы они развивались то есть как-то вот становились то есть узнавали жизнь в родной стране как говорится и из первых уст ну как-то так вот а садики и маленькие до сих пор они как были маленькие так и до сих пор по моему маленькие я больших собственно и не видел если видели то скажите где я пойду сниму так а что мы тут имеем а это по ходу дом нового русского точнее дом но корейца это тоже олехии 80 дом богатенький скажу я вам ну по крайней мере вот это вот построить это стоило неимоверных усилий и жаль что это скоро все снесут вот крепость это реально крепость была построена где-то вот в девяностых 80-х годах вряд ли я ошибусь но это вот так и как говорящая камера но это вот эти камеры подобных домов южной кореи не так уж и много вот эта штука это cctv это по сути наблюдательный пункт по районам который вот этих вот камер по всему району валом то есть большой брат следит круглосуточно утром днем вечером ночью неважно он всегда будет следить кто что куда зачем кого и для чего кто бы что не говорил а это прежде всего за безопасность и вот все рассуждения как у нас там ой блин за вами будут следить блин вы каждый сами собой таскает добровольно камеру с двух сторон которые уже и записывает звук и записывает видео и в корее почему не ссорят почему мало папа победили преступность по сути потому что обложили все камерами вот камеры на каждом шагу невозможно как-то пройтись по райончику и чтобы тебя не не запилинговали как бы проследили где ты вышел куда пошел где переоделся и что такое то есть эти камеры находятся абсолютно везде мы вот ходим они вот везде стоят вот еще камера стоит причем она автономная больше вам скажу она еще и на колесах она еще и мобильная то есть это что это камера наблюдения у нас есть есть связь с по интернету с основной то есть по интернету у него передается сигнал есть солнечная батарея на передайте на эту штуку можно поставить где угодно где например нету камер понятно то есть мне нужно чтобы там стояла камера эту штуку притащили поставили все она сама автономно работает питается и передает сигнал так я уже заблудился как будто у меня такое ощущение что мы уже здесь были ладно на сегодня я думаю хватит прогулка я надеюсь вам понравилось опять же отпишитесь что вы думаете по по поводу такого формата понравился или нет если понравился то я буду еще пилить такие ролики из разных районов если вам какой-то интересен район дайте знать я туда схожу и вот такую экскурсию проведу дальше готов рассказывать много я здесь прожил очень много лет общался изучал мне интересная история знаю не все но как говорится был бы запрос подготовимся и снимем ролик но я с вами прощаюсь на сегодня крыться до новых встреч ребят пишите как лица и пишите комментарии слева в следующий раз